В период рождественских и новогодних праздников ГАИ усилит контроль за соблюдением ПДД. Повышенное внимание к выполнению правил безопасной перевозки детей нетрезвым водителям, бесправникам, скоростному режиму и проезду пешеходных переходов. Из-за гололедицы и туманов на понедельник объявлен желтый уровень опасности. На дорогах возможны снижения видимости и затруднения движения транспорта. Растет риск аварий. Ожидается также мокрый снег, переходящий в дождь. Температура будет колебаться от нуля до плюс шести. Ветер может достигать 14 метров в секунду. БелЖД назначила свыше 130 дополнительных поездов на время новогодних праздников. В международном сообщении до 12 января будут курсировать более 50 добавленных составов. Из Минска, Бреста и Полоцка в Москву и из Минска в Санкт-Петербург. Остальные внутри страны. Они свяжут столицу, областные центры и крупные районные города. В рамках регулярного чемпионата МХЛ второй домашний матч Динамо Шинника завершился победой над русскими витязями со счетом 3-1. Бобры уступали по итогам двух периодов в 0-1. Но в третьем отрезке, благодаря голам Мирослава Михалева, Тимофея Ковгарени, Ивана Аножко в пустые ворота, в Обручане одержали Викторию. Спортивные баталии продолжатся 26 и 28 декабря. Под Бобруйском в поселке Глуша начала работать усадьба Деда Мороза. Для гостей организованы театрализованные представления, игры и конкурсы, подарки от зимнего волшебника, фотозоны, торговля сувенирами, горячим чаем и блинами. Новогодние выступления покажут в полдень 27-29 декабря и 2-4-7 января.